Всем привет! С вами Алексей Нечаев и учебное видео для начинающих про два камня. Казалось бы, да, всего лишь два камня, а сколько там может быть интересного? Итак, сразу открою, о чем мы будем сегодня говорить. Можете поставить видео на паузу, посмотреть, какие термины здесь есть. И теперь мы приступаем к просмотрению формы из двух камней. Значит, у нас здесь как где-то камень, но пока его поставлю в центр. Давайте рассмотрим, какие по отношению к нему могут быть установки второго черного камня. Вплотную или ноби. Самое мощное усиление камня, которое только можно сыграть на доске. У него сразу, у этих двух камней, соответственно, шесть дыханий. Очень сильные, но очень медленно. Соответственно, у нас есть такая пропорция. Есть медленно и сильно. Ну и, соответственно, будет быстро и слабо. Такой же по мощи атакующий ход вплотную, если белые играют вплотную к черному камню, называется цуке, прилипание. Это самый мощный атакующий ход, потому что сразу же оставляет черному камню три дыхания и провоцирует его на сражение. Итак, вот у нас первые ходы. Самый сильный по усилению и самый мощный по атакующему воздействию. Следующий ход по развитию ставим чуть-чуть дальше. Это косуми. И очень мощное развитие. Камни можно соединить при попытке их разделить двумя ходами. Или А, или Б. Так что соединение между ними восстановить достаточно легко. Часто такой ход используется для того, чтобы двигаться при близких камнях противника надежно, чтобы вас не могли проатаковать. Или как-нибудь закрыть, атаковать камень противника, который стоит совсем рядом. Вот такое косуми. Соответственно, если белые приближаются к камню с помощью такого хода, это называется чуть-чуть катацуки. Немножко этот термин редко использую. В основном мы это называем удар в плечо. По-русски. Это тоже очень мощная атака. Как правило, черные обязательно реагируют ходом А или Б, потому что если черные не отреагируют, то следующим ходом белые уже сыграют цуке, прилипание, и у них будет много дыхания, и придется уже как-то отползать от белых камней. Это вот достаточно мощная атака. Следующее распространение. Прыжок через перекресток. Таких прыжков можно сыграть по четырем направлениям. Называется он Икентоби. Прыжок через один. Как говорят в поговорке, Икентоби не может быть плохим ходом. Один из самых распространенных ходов. Вы будете его играть в партиях очень часто. Это позволяет черным находиться на расстоянии достаточно близком, чтобы отбить практически любую атаку противника. Здесь нужно много белых камней или совсем рядом поставить белый камень, чтобы эту форму можно было атаковать. Она очень хорошо сопротивляется. Попытки ее разделить со стороны белых. И легко развивает камень. Ну и, соответственно, белые могут вот такой формой приблизиться к черному камню для того, чтобы каким-то, может быть, следующим ходом попробовать с ним уже разобраться более жестко. Есть такой термин Кокари, приближение. Обычно он используется именно, когда приближаются к углу. Поэтому здесь его ставят как приставку. То есть есть вот прыжок через один Икентоби, а есть и Кингагари. Соответственно, следующие ходы тоже будут сами по себе. Название ухода будет, а приближение к нему будет название плюс термин Гокари. Агейма Гокари и так далее. Тоже стандартное приближение. Очень часто начинаются Джосеки через приближение с такого расстояния через перекресток. Следующий ход, как вы уже поняли, это ход конем. Таких ходов может быть, соответственно, сделано целых восемь. Это не просто распространение, но и смещение на линию. Часто используется для того, чтобы с четвертой линии сместиться на третью. То есть третий подняться на четвертую. Или при развитии как-то больше давить на противника. Но есть особенность. Здесь при попытке порезать появляется лесенка сразу. Поэтому аккуратнее с этим ходом. Если белые сыграют в такой вот цукете, который мы уже изучили, то здесь может появиться лесенка. Если лесенку вы не ловите, то будьте аккуратны с ходом конем. Может быть, противник захочет вас порезать. Читайте лесенки обязательно. Приближение. Точно так же, да? Приближение, ход конем. Обычно используют для того, чтобы приблизиться к камню, который стоит на четвертой линии, через третью линию, угрожая в дальнейшем как-то отнимать в него территорию, подныривая под него. Дальше. Следующая форма у нас агейма. Самый такой... А, нет, зачем агейма? Давайте сначала никен топи. Прыжок через два. Это очень быстрый ход. Камни все еще связаны между собой. Но обычно используется эта форма для того, чтобы стандартно развиваться вдоль стороны. Потому что, если так развиваться в направлении центра, то белые могут попробовать атаковать черные камни. И, опять же, будут появляться разные возможности. Чем дальше камни, тем проще их атаковать. Так что аккуратнее вдоль стороны. Эта форма за счет того, что сторона рядом хорошо держится. А вот в центр так надо выпрыгивать поаккуратнее. Вот это самое быстрое из формы с двух камней. Кроме, конечно, агейма. Агейма такая же быстрая. Давайте ее... Значит, насчет приближения. Да, конечно же. И белый может приблизиться. Это самое далекое из приближений, когда можно считать, что камни вступают в такое взаимодействие. Что белый уже тоже присматривается. Может быть, какой-то атаке. Но и себя бережет. Поэтому близко не подходит. Ну и самый далекий из всех ходов – это агейма. Такой длинный ход конем. Тоже их можно сыграть в 8 разных ходов от камня. Тоже обычно используется для того, чтобы перемещаться вдоль стороны со смещением. Иногда используется для того, чтобы очень-очень быстро убегать из-под атаки противника. Ну, даже, может быть, жертвой того камня, от которого убегаешь. Если камень такой один. Ну и приближение тоже. Достаточно слабое давление белое оказывают на черный камень. Стараются держаться подальше. Но все-таки взаимодействие есть. Поэтому такое приближение играется. Все формы, которые за пределами вот этой зоны, считаются уже слишком далекими. То есть легко разделяются. И для двух камней, ну, практически, как сказать, не форма. Так что все формы, можно сказать, заканчиваются вот этими вот формами. Ноби вплотную. Цуке прилипание. Касуми – это ход наискосок катацуки. Это удар в плечо. Соответственно, Икин Тоби – Икин Гакари. Кейма – Кейма Гакари. Икин Тоби – Никкин Тоби – Никкин Гакари. Агейма – Гейма Гакари. И отдельным особенным ходом стоит Хадзама. Называется Хадзама Тоби, но иногда называют просто Хадзама. Это прыжок наискосок через перекресток. Здесь, очевидно, черные провоцируют, чтобы их разделили на части. Такой ход используется. Вы можете их встретить в джассеках в некоторых. Играют специально, чтобы спровоцировать белых разделить черных. Поэтому он относится, можно сказать, к ТСУ, к таким мастерским ходам. И нету такого приближения стандартного через перекресток. Слишком далеко белые так не приближаются. Поэтому здесь вот я поставил многоточие. Такое приближение к камню не играется. Ну, по крайней мере, как стандартный ход точно. Ну и давайте я вам покажу, как эти формы распространения играются в углу. Если мы от угла распространяемся, называется это Шимари распространение от угла. Ну и давайте я поставлю вот несколько позиций, чтобы показать, как они играются. Если у нас стоит Хоси, от Хоси есть буквально два стандартных распространения. Это Кейма Шимари и Агейма Шимари. Причем Кейма Шимари лучше, конечно, защищает угол. Хотя угол все еще полностью не защищен. И иногда, если есть время в игре, добавляют даже третий камень для того, чтобы полностью закрыть в угол. Соответственно, Кейма и Касуми полностью черные берут угол. Но три хода это, в общем, не дешево. Значит, противник где-то в другом месте три камня поставил. Так что надо понимать, что в самом начале так закрывать угол не очень хорошо. И вообще, если вы хотите территорию, то не надо ставить в самом начале Хоси. Ставьте низкие камни. Например, Камоку. От Камоку есть четыре разных Шимари. Самый надежный Кейма Шимари. Потом повыше на четвертую линию чуть-чуть открывает такой подол по стороне. Но больше влияние, соответственно, камень оказывает здесь на нижнюю сторону. А Гейма Шимари. При приближении к этой позиции белых камней возможны разные вторжения и атаки. Позиция слабее, чем позиция черных здесь. И самое далекое распространение такое, которое раньше играли редко, сейчас играют чаще. Компьютерные нейросети для него разные Джосеки принесли нам. Угол практически не защищен. Здесь есть атаки разнообразные. Играют так для того, чтобы очень быстро развивать позицию. Поэтому прежде чем играть вот такое распространение, посмотрите, как профессионалы его играют. Как они защищаются от атак. Потому что если взять вот эту позицию Кейма Шимари, это практически стопроцентный ваш угол. Чтобы он попал под атаку, в прохлотную должны появиться очень крепкие камни противника. Вы явно это не пропустите. А вот здесь противник может сразу начать эту позицию атаковать. От Сан Сана. Обычно если от Сан Сана играют Шимари, это Агейма Шимари. То есть сразу идет захват территории вдоль стороны и подъем на линию повыше. Ну вот, собственно, и все про два камня. Давайте я напоследок расставлю все позиции, чтобы на них просто посмотреть вплотную. Ход наискосок. Прыжок через перекресток. Ход конем. Прыжок через два. Длинный ход конем. Ну и приближения, соответственно, будут в таком же духе. Вплотную удар. Цуки. Удар. Делаем измой. Удар в плечо на черный камень. Приближение через перекресток. Приближение. Ход конем. Доски не хватает. Обычно, опять же, вдоль стороны играется приближение через два перекрестка. И, опять же, вдоль стороны обычно играется длинное приближение, длинный ход конем. И чаще всего, если камень стоит на четвертой линии, вот к нему, например, можно приблизиться длинный ход конем, чтобы угрожать потом под него скользнуть. В целом, это вся информация, которую я сейчас хотел рассказать про форму из двух камней. Вы можете ее посмотреть. И, когда будете разбирать, изучать джосеки, вспомните про свойства вот этих ходов. И вы поймете, что близко ставят камни, когда хотят усилиться. Атаковать как-то после атаки усилиться. А далеко ставят камни, когда угрозы почти нет. Ну что ж, спасибо за то, что посмотрели это видео. Надеюсь, вам было интересно и полезно узнать про то, как использовать форму из двух камней. Смотрите другие видео для начинающих. С вами был Алексей Нечаев. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok